всех приветствую 28 августа очередной ролик для своих ну как видите природа не из машины потому что вчера состоялся очередной выезд был он скажем так не шибко рыбный но в какой-то степени поучительный поехали мы на вот водоем про который рассказывал где часть платник часть бесплатно ну как бы местный какой-то там рыбачок приехал рассказал что карпа там до двух килограмм больше он не ловил так вот ну как бы до этого рассказываешь у картам 20 килограмм как-нибудь мы приедем возможно с форелевой пастой возможно с какой-нибудь тюлькой винном соусе о почему бы осетру с форелью не убежать когда был высокий уровень воды но с местами там напряженка где мы сели там был довольно мелко очень мелко ну и как бы за неимением места посадил старшего внука ловить пикером взять у меня ловил донкой обыкновенной но нацелен как всегда был на трофей второго номера крюк здоровущий 6 кукурузин как была основа 028 так я ему связала поводок потом повесил пучок червя ну и последнюю платочку такую поймали повесили думали на живца щуки говорят там полно но начался вначале прошел небольшой дождь хотя обещали кратковременно потом зарядил довольно приличный в общем ловить мы начали где-то без счета 3 6 уже свернулись и уехали погодка испортилась по ходу это надолго мы спешно покидали скарб машину и решили поехать отдыхать на дачу так вот чем интересно была собственно рыбалка животина вначале был полный игнор то есть красный опарыш белый два мотылика этот бутерброд спартак бесполезняк повесили кукурузу две плотвички поймали но такие от нас ладошка 2 чуть больше и потом тишина я через какое-то время разобрал фидер поставил довольно большой крючок так вроде острый но вот показал ржавеет вот крючки с алиэкспресс как видите они уже ржавеет хотя мне прислали месяц полтора назад какие-то подергушки увидел да повесил поводок себе 012 вот этот крючок не помню по моему даже не обрыгался да так вот после провала и так и и так потом когда начался дождь первый внуки ушли в машину мы зятем остались собственно говоря ловить повесил на пикер а перевязался в начале был поводок тоже 012 и крючок 2210 10 номера гамакасу пошел ва-банк повесил поводок 008 с крючком для японского рынка ну примерно номера 14 и вот когда внуки были машине повесил одного белого опарыша получил поклевку реализовал получил вторую поклевку позвал внука старшего сел он опять на одного опарыша еще одна платвичка вот это вот сама маленькая и тишина потом но вспомнил спортсменов которые вот при таком клеве непонятным советует почаще менять насадки и порой вот смена насадки тупо приводит к поклевке вот внук повесил красный белый опарыш но опять начался дождь прибежал мелкий к нему туда под зонт ну вся эта суета естественно там ходуном этот пикер ну в общем когда стали собираться достал красного нет белый обсосом то есть ну как бы в какой-то степени ключ подобрали но повторюсь дождь собственно говоря нас прогнал и 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Так вот, по поводу дождя". Вот зонт, о котором рассказывал пляжный. Выдержал на меня и довольно сильный ветер. То есть вот когда говорил, что планшет утопил. По какой причине? Как бы он пришел в себя, и я успел посмотреть, что наснимал, но потом начал глючить, экран потух, комп его не видит. То есть упал и снимал еще в воде минут 10. Так вот, ветер был такой силы, что гнул, ну, довольно большой, да, его гнуло, гнуло ветром, и потом он, собственно говоря, упал в воду. Тем не менее, вот этот вот зонт такой ветер выдержал, а вчера выдержал довольно продолжительный, собственно говоря, дождь. То есть вот хочу купить 2 метра, вот это я покупал 327 рублей. Всячески рекомендую. Сразу говорю, парни, когда солнце без ветра, ну, как бы только от палящего солнце спасает, а так душновато. Но у Мишани Крупинова спрашивал, как под, собственно говоря, этим зонтом рыболовок, он говорит, еще хуже. Так что вот всем рекомендую. Далее, ну, так как взять был настроен, собственно говоря, на трофей, дал я ему фидер Каидо Мультон. Ну, дистанция совсем небольшая, поэтому без ставки в длине 3,6. И повесил вот эту катушку, ему дал Конор, которая весит в районе 600 грамм, здоровенная шпуля. Ну, намотка показывал, намотка идеальная. Более того, кто-то мне дал ее на прокат, стояла плетня, намотка идеальная, вторая катушка такая же, намотка идеальная. Ну, я не знаю, он в Астрахань любит ездить, вот сколько он ее использует, я не знаю, но вот люфтик небольшой, собственно говоря, есть, но не критичный. Так вот, что хочу сказать, парни. Вот я убедился, что вот для тяжелых условий я буду себе покупать именно такую катушку, потому что, повторюсь, я в темпе ловить, не собираюсь мелочь в таких условиях. Ну, вот даже вчера использую кормушку 90 грамм, потому что 60 улетело, а как бы 60 грамм самая легкая вершинка, и пришлось ставить 90. Вот даже 90 грамм пустую я очень почувствовал, поэтому, ребят, выбирать вам, но я вот себе буду покупать вот такую, только не Конор, а Рассказов, за 200 копейки нашел от Майфайна. Ну, как бы, завод один, проблем нету. Ну, как бы, бесконечный винт, то есть, такого плавного хода не будет, как с кулисой. Ну, вот какой-то шум есть, но на скорость это не влияет, тем паче за такие деньги. Вот, когда я был на Верхнем Москве-рике, на днях показывал, вот, подписчику своему, он говорит, что копию ультегра. Да, чуть не забыл по поводу большой катушки. Рассказал, что на этом мультоне, да, совсем никакое расстояние от катушки-держателя до первого кольца, и оно мелкое. Вот, подогнул, отогнул под 45 градусов, собственно говоря, и даже вот с этой вот даровущей Катей, ну, десятка-полтора забросов мы с зятем делали, захлёстов не было. То есть, ребята, проблема решается очень просто. Парни, дождь пошёл, и последний вот, про этот гаджет рассказывал, да, вот, на смартфоне, который чуть по мощности меньше, чем вот этот вот планшет Дигма. Здесь я как-то был месяц назад, даже на нём с интернетом были проблемы. Вот вчера вечером, это Дигма Сити Окто 80, вот кому нужен, повторюсь, бюджетный, но мощный планшет. Вот вчера вечером отдохнули, поели шашлыка, выпили. Нет, вообще нет, а больше нет. Ждём углей. Ужин при свечах ожидается. Вот у нас вот шашлычок. Ужин при свечах. Шашлычок. Коктейль два лоха рыбалки. Не надо мне винишка никакого. Ладно, снимать не будем, как мы это всё будем кушать, с большим удовольствием. Ютуб смотрели, ну, раза три зависал Ютуб, потому что здесь совсем проблем с этим, а так проблем не было, причём в нормальном качестве всё. Вот смело могу говорить, не здорово. Всё, вчера Старый Осёл пока снимал, ехал в нашу поездку, чтобы было видно, да, что действительно нас прогнал дождь. Ну, Борис Николаевич, ещё раз покажи этот вот дел. Всё. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...